Танистрофей, покрытый ромбовидными чешуйками, которые не перекрывали друг друга. Немецкий палеонтолог Георг Граф Цумюнстер в 1830-х годах обнаружил в среднетриасовых отложениях Баварии окаменелости стержнеобразых костей длиной более 30 см. Его коллега Герман фон Майер описал их как хвостовые позвонки неизвестного динозавра. Длина тела танистрофея достигала 6 метров, из которых более половины приходилось на шею. На длинной, тонкой и слишком тяжелой шее, состоявшей из 9-13 длинных позвонков, размещалась маленькая голова. Что касается зубов, то здесь исследователи нашли интересную закономерность. Оказалось, что у небольших по размеру танистрофеев, которых посчитали молодыми, в передней части пасти зубы были острыми и коническими, в задней с тремя вершинами и на небе имелись дополнительные зубы. У крупных же особей, которых считают взрослыми, зубы на небе отсутствовали, а все остальные зубы были конической формы. Из-за большого количества острых зубов было сделано предположение, что танистрофей вел хищнический образ жизни, охотясь на рыб и головоногих моллюсков. Задние конечности танистрофея были примерно в 1,7 раза длиннее передних. Что касается образа жизни танистрофея, то на сегодняшний день имеются несколько гипотез. По первой из них, танистрофей был водной или полуводной рептилией и большую часть жизни проводил в воде. Он вел охоту на добычу, медленно плывя, вытянув вперед шею. Но противники этой гипотезы нашли здесь маленькое несоответствие. Хищник должен был быть довольно быстрым, чтобы схватить добычу. Однако морфология шеи танистрофея указывает на то, что она была довольно медлительной. Вторая гипотеза предполагает, что танистрофей обитал на берегу водоемов. В основании хвоста было обнаружено черное вещество, содержащее карбонат кальция, что предполагает наличие значительной мышечной массы в задней части тела. Кроме того, мощные задние лапы придавали дополнительный вес, что обеспечивало устойчивость животного при маневрировании шеи. Танистрофей использовал свою изящную шею в качестве рыболовной удочки. Стоя у кромки воды, он мог дотянуться до рыб, плававших под водой на изрядном удалении от берега. На одном из найденных ископаемых образцов хорошо виден копчик на месте хвоста, что дало исследователям повод сделать предположение, что танистрофей, как современные ящерицы, в случае надобности мог отбрасывать свой хвост, который потом отрастал. Но как я люблю говорить. Чтобы точную правду узнать, на данный момент нам понадобится машина времени, которой, увы, нет. А вот для лайка и подписки, такой машины не нужно, так что не теряй время, ставь лайк и подписывайся. Спасибо за просмотр. До новых встреч.